Именно в Симферополе Фаина Фельдман впервые официально назвалась Раневской И это был не просто сценический псевдоним Документы она тоже поспешила поменять Все мосты были сожжены Голодная, страшная новая жизнь Тем не менее, казалось Фаине лучше старой Ведь теперь она, Раневская, жила в окружении понимающих и любящих людей Занималась любимым делом, в котором неуклонно совершенствовалась И еще Теперь у нее были настоящие друзья, уважающие ее как актрису Одним из таких друзей в Симферополе стал Максимилиан Волошин Переводчик, художник и поэт Этому веселому, энергичному, полному человеку С развивающейся шевелюрой Раневская и Вульф были обязаны жизнью Волошин буквально спас актрис от голодной смерти Раневская в своих воспоминаниях рассказывала Как он подкармливал женщин Волошин был большим поэтом Чистым, добрым, большим человеком Я не уверена в том, что все мы не выжили бы А было нас четверо С молоденькой театральной костюмершей Павлы Леонтьевны Одесситкой Натальей Ивановой, татой Которая вела их хозяйство И заботилась о маленькой Ирине Дочери Павлы Леонтьевны Если бы о нас не заботился Макс Волошин С утра он появлялся с рюкзаком за спиной В рюкзаке находились завернутые в газету Маленькие рыбешки, называемые комсой Был там и хлеб Если это месиво, можно было назвать хлебом Была и бутылочка с касторовым маслом С трудом раздобытой им в аптеке Рыбешек жарили в касторке Это издавало такой страшный запах Что я, теряя сознание от голода Всё же бежала от этих касторовых рыбок В соседний двор Помню, как он огорчался этим И искал новые возможности меня покормить Среди худющих и сголодавшихся Его толстое тело потрясало граждан А было у него, видимо, что-то вроде слоновой болезни Я не встречала человека его знаний, его ума Какой-то нездешней доброты Улыбка у него была какая-то виноватая Всегда хотелось ему кому-то помочь В этом полном теле было нежнейшее сердце Добрейшая душа Однажды, когда Волошин был у нас Началась стрельба Оружейная и пулемётная Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить Горгиевна Вспоминала о том, как однажды в Крыму В то время, когда власть менялась почти ежедневно С мешком на плечах появился знакомый ей Член Государственной Думы Родаков Он сказал, что продал имение И что в мешке несёт уплаченные за него деньги Но они уже были негодны ни на что, кроме как на растопку Сама Раневская вспоминала об ужасах того времени В Крыму в те годы был ад Шла в театр, стараясь не наступить на умерших от голода Жили в монастырской келье Сам монастырь опустел, вымер От тифа, от голода, от холеры Сейчас нет в живых никого С кем тогда в Крыму мучились голодом, холодом, прикоптилки Иду в театр, держусь за стены домов Ноги ватные, мучает голод В театре митинг Выступает землячка И видела, как бежали белые Почему-то на вазах и пролётках Торчали среди тюков граммофон, трубы Женщины кричали, дети кричали Мальчики-юнкера пели Ой-ой-ой, мальчики, ой-ой-ой, бедные Погибло всё и навсегда Прохожие плакали Потом опять были красные и опять белые Пока мест не был взят перекоп Бывший дворянский театр, в котором мы работали Был переименован в Первый советский театр в Крыму В самые суровые голодные годы военного коммунизма В числе нескольких других актёров Меня пригласила слушать пьесу к себе домой какая-то дама Шатаясь от голода, в надежде на возможность выпить сладкого чая в гостях, я притащилась слушать пьесу Странно было видеть в ту пору толстенькую кругленькую женщину, которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом Пьеса оказалась в пяти актах В ней говорилось о Христе, который ребёнком гулял в Гефсиманском саду В комнате пахло печёным хлебом Это сводило с ума Я люто ненавидела авторшу, которая очень подробно, злинными ремарками описывала времяпрепровождения младенца Христа Толстая авторша во время чтения рыдала и пила валерьянку А мы все, не дожидаясь конца чтения, просили сделать перерыв в надежде, что в перерыве угостят пирогом Не дослушав пьесу, мы рванули туда, где пахло печёным хлебом Дама продолжала рыдать и сморкаться во время чаепития Впоследствии это дало мне повод сыграть рыдающую сочинительницу в инсценировке рассказа Чехова «Драма» Пирог оказался с морковью Это самая неподходящая начинка для пирога Было обидно, хотелось плакать